У меня иногда бывает очень горько и больно, когда я вижу, приезжают Машеньки, Петеньки, Манечки из России, они щебечут замечательно по-русски, а через 3-4 года они русский забывают, потому что мама с папой с ними говорят английский. Я хочу вашему вниманию представить два старых русских австралийца, Алла Носкова, Юра Приданикова, может быть еще тот, кто есть, которые, несмотря на то, что они родились в Австралии, обучались в престижных австралийских колледжах, они сохранили русский язык и русскую культуру. Почему новое поколение, которое приезжает из России, не имеет этого качества? Мне это, честно говоря, непонятно. Я-то родился тоже не в России, я родился в Хадбине, это замечательный был русский город, Маньчжурия. Он говорил по-русски в России, где меня обычно говорят, Олег, ты откуда, из Прибалтики? Потому что язык, видно, по-русски у меня не советский. Так, ну, это не важно, но я все-таки могу объясниться по-русски. И потому я бы хотел, чтобы такая замечательная котесса, как Людмила Ранхина, которая пишет в русском языке, чтобы русские все-таки бы сохраняли, как сохраняют евреи свою национальность. Почему мы, русские, не можем сохранять свою национальность? Мы можем быть австралийцами, мы можем быть канадцами, мы можем быть американцами, Ну, любовь к своей является исторической родиной. Для меня Россия не историческая родина, это, ну, духовная родина. Это родина Пушкина, Классика, Гермонтова, Чайковского. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ну, вот, я хотел бы, чтобы вот молодым родителям, мамам и папам, которые проходят в русский центр и проводят своих ребят, чтобы они привели к своим детям два важных, как говорится, взаимопонимания. Первое. Ты австралиец. Ты живешь в Австралии. Ну, гордись, что у тебя русское прошлое. И все. Что-нибудь было больше. Спасибо. Я в конце вам, как вас зовут, вас зовут Олег. Вы сказали, что вас спрашивали, откуда вы из Прибалтики, Олег. И отсюда я узнала, что вас зовут Олег из Харбина, теперь я знаю, даже, еще кто-то мужик. Видите, как много узнаешь, когда встречаешься с людьми. Давайте встречаться чаще и любить друг друга. Следующее, что мне хотелось бы, это, ваше внимание, переключить на следующую книгу, это Арсений Савицкий, Бризбанский иконописец, о котором тоже написала Людмила книгу, о которой мы сейчас попытаемся с вами поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова